Добрый день! Мы находимся на Мадыре, я продолжаю свою трансляцию. Поговорим сегодня про интересный, новый, опасный класс, про критериал. Точнее, даже не поговорим, а поставим проблему. Термин введен на рынке труда еще в конце прошлого века, и широко стало распространяться только сейчас, поскольку выяснилось, что к этому классу принадлежит уже чуть ли не больше половины работников различных сфер. И почему меня, собственно, это вообще интересует? Те творческие личности, которые гордо и любят себя приноцерами, на самом деле, напрямую куда-то вкладывают. На самом деле, один из самых интересных феноменов здесь – это самоидентификация. Почему-то психологи считают, что люди, которые часто меняют работодателей, места работают, они страдают от отсутствия постоянности и находятся в некотором угнетенном состоянии, а потому представляется другая опасность для общества. Я, собственно, живу в среде, где слово «фрилансер» звучит гордо. То есть творческие люди, как раз выходя на уровень фрилансера, переставая зависеть от каких-то работодателей, начинают, собственно, как раз чувствовать себя наиболее комфортно, как рыба в воде, и подобная свобода перемещений, свобода действий, на самом деле, очень дороже, и считается большим достижением. Возможно, мы действительно имеем здесь дело с изменением психологической конструкции, и, может быть, это действительно касается только творческих работников, потому что для человека, конечно, который занимается постоянно одним и тем же, менять зачем-то работодателей, постоянные места работы, мы действительно не к чему. А вот творчество это стимулирует очень здорово, поэтому я считаю, что в данном случае мы оказываемся в основной струе, можно сказать, эволюционного потока социального, и это замечательно. И, конечно, здесь еще очень многое нужно подумать и добавить. Сегодня вечером у нас вебинар в 6 часов по Португалии, в 21 час по Москве. Добро пожаловать, и мы можем продолжить этот разговор. Субтитры сделал DimaTorzok